Ту-ту-ту. С которым мы продолжаем проходить, остановились мы на том, что возвращаемся к воспоминаниям Альтаира, получив третий диск Никола Пола. Давайте сразу приступим и посмотрим, что там дальше происходило. В прошлый раз мы смотрели, когда Альтаиру было 26 лет, и он только-только убил Альму Алима и сжёг его к чертям собачьим, а потом стал вождём ассасинов и получил силу Яблоко Эдема. Что он делал с этой силой, интересно посмотреть. Да, видосов давно не было, потому что у меня сейчас очень мало времени, поэтому не получается записывать, как я планирую, по три игры в день. Даже по одной в день не получается, но вот так вот. Альтаиру 63! Ни хрена себе, новый режим, мы ся в 1228. Архив на Кипре. Аббас не прислал подкрепление. Все погибли. О боже. Мария, когда мы покинули Мусяев 10 лет назад, орден был силён. Но всё пошло прахом. Аббас ответит за это. Перед кем? Теперь только он командует ассасинами. Аббас мудак. Разжигай в себе жажду мести, Альтаир. Скажи правду, и тебя услышат. Он казнил нашего младшего сына. Он заслужил смерть. Йома. Возможно. Но вернув себе власть в ордене неправедным путём, ты уподобишься ему. Ты права. 30 лет назад я уже дал страсти взять вверх над разумом. И жалею об этом до сих пор. Жесть, он старый, конечно. Мария, это его жена, которая была тамплиером. И у них пара детей, по-моему, было. Говори здраво. И разумные люди услышат тебя. Только не Аббас. Мне следовало выгнать его ещё 30 лет назад, после истории с Яблоком. Но ты заслужил уважение других ассасинов, позволив ему остаться. Это ты знаешь. Тебя там не было. Мой муж прекрасный рассказчик. Но есть у него теперь два пленка. Это бледная тень былого Муссиафа. Мы давно уже не были здесь. Мы не прятались. Монгольская угроза требовала вмешательства, и мы приняли вызов. Кто здесь скажет то же самое о себе? Где наш старший сын? Дарим знает, что его брат мёртв. Я послал ему весточку на пене. Возможно, он уже получил её. Сейчас посмотрим. Аббас, мне жаль, он так упивает со своей обидой. Его рана глубока. Ему надо узнать истину. Это место словно пропитано страхом. Здесь больше нет счастья. Аббас уничтожил это место. Лишил его радости. Возможно, нас ждёт смерть, Мария. Пусть мы умрём вместе. Это так мило. Но это жёстко. То есть у него теперь два скрытых клинка. Они научились их создавать без отрезания пальца. Пусть говорят! Вот Аббас, собственно. Мы хотим знать правду о смерти сына. Он с яблочным. За что погиб Сеф? Тебе нужна правда? Или повод для мести? Если правда даст повод, я воспользуюсь им. Отдай яблоко, Альтаир. И я расскажу тебе, за что казнён твой сын. А, ну вот и правда. Аббас хочет владеть яблоком сам, чтобы поработить вас, а не просветить. Ты владел артефактом тридцать лет, Альтаир. Давая силу и открывая тайны, оно развращало тебя. Хорошо, Аббас. Возьми. Что? Перед казнью твоего сына, я сказал ему, что это твой приказ. Ах ты сука. Он умер, думая, что ты предал его. Ну ты и мудак, блядь. Пизда тебе. Альтаир! Альтаир, нет! Ах ты сука! Всё, пизда. Пизда. Всё, просто жесть. Ой, жесть. Капец. Это попадос. Хер-то там эти яблоко отдан терпидор. Что у нас, собственно, по... А. То есть тут нету дополнительной синхронизации. Замешать. Забежать нужно любой ценой. Любой ценой. То есть убиваем всех, кто попытается нам помешать. Альтаир сейчас получается по возрасту примерно как Этсу. Чёрт. Окошечка, да? Хрена ты прыгаешь. Для старика вполне себе неплохо. Ну как Этсов, в принципе. Сейчас закроются ворота, да? Закроются? Нет, не закрываются. Я думал, он перекроет мне дорогу. Ну ладно. Дорога. Так, здесь всегда был прыжок. А теперь его здесь нет. Обидно. Обидно. Сын. Второй сын. Младший. Отец, я получил твоё письмо. Что случилось? Дарим, сзади. Они что, свихнулись? Да ладно, он выглядит как Эбер-16. Яблоко не должно попасть в руки Аббаса. Что? Если тебе нужны ножи, бери. Сверху. Покиньте мася с вашим самым Даримом. Дарим, получается, тоже наследник Альтаира. Как и Дезмонда. Умерла Дарим. Мне жаль. То есть у него есть объекты 16-й. Потом. Сначала бой. Бесконечные кинжалы. Это классно. Он сидит мрак. Братья, не бейтесь с нами. Оставь это Дарим. Их головы забиты ложью. Блять. Мирного убил. Я не хотел. Прости, чувак. Нужно уходить отсюда. До свидания. Спокойно. Двух кинжал и читерский вообще. Спокойно. Какого черта ты убежал? Дарим, ну ёб твою мать. Они не должны нас схватить. Блять, ну какого? Вот что сейчас было? Он просто взял убежал. Батяня там дерется у него престарелый. Блять, этот убегает. Ну блин, Альтайр с двумя кинжалами, конечно. Классно будет. А, ну мы тут рядом начинаем, так что не критично. Нужно уходить отсюда! Черт, я случайно прыгнул вперед. Я не хотел. А он промазал. Да куда? Кинжал Т-25, почему-то они 99. Надо бежать. Бежи, смотри! Смотрю. Давай, Дарим, бегом, бегом, бегом. Нет! Они не должны нас схватить! Ай! Это Аббас убил моего брата? Да. Он убил твоего брата, Малика и сотни других. Он безумец. Безумец с армией. Он умрет. Он за все заплатит. Блин, кинжал вообще чизерская вещь. Это просто реально, они просто убивают всех подряд. Скорее, скричайте! Помогите! Я сваливаю отсюда! Что-то не попадаешь-то. Ай лябе! Что такое? Ты куда? Завнять оборону? О-о-о! О-о-о! Сейчас попробую всех разом, смотри. отлично и быстро сюда ты торгетишься херовальтер просто всех расхерачил ножами охереть даже меча не достал это аббас убил моего брата яблоко будет моим альтаир и твоя голова соси песо спидор ты опозорил мою семью ты не сможешь скрыться ни от нас ни от своей лжи мария любовь моя и так жена альтаир и пала была убита из-за аббаса окей вернемся к отцу посмотрим чем будем делать теперь ну как обычно судя по всему пара квестов софия альтаир аня пара квестов книга гробницы альтаир вот так у него растягивается странно плащ если так посмотреть то есть он длиннее становится а прям так хочу не в своей комнате типа ахера знает где появляемся странно последовательность 5 завершена приступаем к 6 или дезмона нам все-таки покажут специально все-таки там был сын типа этот сын альтаира похож на объект 16 отличные новости клауди теперь у меня есть имя злодея мануил палеолог это племянник не сложного византийского императора константина и я уверен что тамплиеров возглавляет он осталось допросить предатель янычара тарика барлетти и выяснить где собирается армия тамплиеров пока же мы с софией пытаемся выяснить где спрятан последний ключ я знаю что с каждой минуты промедления мои шансы уменьшаются но ловлю себя на мысли что мне хочется быть рядом с ней слышать ее голос видеть как ее лицо озаряется радостью когда она рассказывает о своих воспоминаниях ну понятно то влюбился короче о любимых книгах жаль что все кончится когда мы найдем последний ключ на ничего не кончится заебал те же наследнику нужно делать с ней сделаешь скорейши последовательность 6 гримаса судьбы окей квест сразу рядом новые эти лавки всякие есть материалы у кузнецов и прочее дерьмо но также не ходят это европейские правила а руку интересно как он пошел что-то играть по своим правилам не совсем честно став султаном ты будешь думать иначе папа по и ходить сулима я понимаю что тебе тяжело видеть как мы с твоим отцом спорим за трон байзи га дедушка выбрал тебя а его слово закон о чем вообще здесь спорить когда-то мы дружили с твоим отцом но его жестокость и амбиции я слышал эти сплетни дядя что ж мне пора на встречу с визирями продолжим игру в другой раз в любое время проебал короче бежал как лалка школьную сики выиграл красавчик продает оружие местному барыги мануилу палеологу палеолог это не к добру последним императором византии был константин палеолог если его наследник собирает армию конфликт неизбежен тарик знает куда отправляется оружие если я найду его то выйду по его следу на византийцев он будет в казармах со своими янычарами чтобы подобраться к нему нужно стать одним из них опять воруем одежду газель добудь все нужные сведения и убей его то 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 это даже голос потерял тарик и твой отец были близкими друзьями были но раз он открыто предал султана то заслуживает смерти интезе прыгал суровый малой ты ты смотри а усики то школьный но блин соображают неплохо в теницу хочет допросить тарика бралете например местонахождение армии тамплиеров чтобы приблизиться к тарику оденьте финчарскую форму убейте цель из укрытия какую цель цель это янычара или цель татарик или какая еще другая цель может нас быть найдите одинокого янычара дымовая бомба обманка пусть будет не скорее всего просто порох послабее чем который мне же а так та же самая дымовая шашка так одинокий янычар звучит как не знаю одинок одинокий янычар вы куда надо купить еще мне эту броньку день добрый ты ладно где может быть одинокий янычар но не иначе как на этой чё блестит как на зеленой точке короче он там интересно нужно будет искать на одинокого там будет кучу янычар нужно найти именно одного или это . показывать нам учены чары где нужно найти одного я понял они вон идут все одинокие они вот он а я бокал кода вон он из укрытия безумцы позор позор из укрытия с кого укрытием него убить цыганки будут считаться укрытием или нет окружает а нет отсюда давай скорее всего нужно бить вот отсюда его теперь можешь повеселиться ждем этого мудака хера на него прямо саре волны с неба херачат так иди сюда ближе 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 сука куда ты пошел упал от меня сниму похуй давайте привлечем его внимание тогда вообще по херу смотри я привык вижу такого янычара который еще плясать на чашу дебил спортизанку иди сюда иди сюда ебаные шлюхи смотри отвлекают пидор красавчик иди сюда ну почти давай спалился ну давай реагируем хватит писать сука тупой иный чар пудня 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 белая . на экране пудня 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 о господи тебе не идет лицу еще и маска сломана возвращение возвращенная честь следуйте за иные чарами что проникнуть казармы это ищите тарли тарика барлетти чтобы выяснить куда направил оружие куплен эмануилом будьте осторожны ваша маскировка не идеально и может выдать вас потому что маску это сломал каким-то образом так тарика убиваем этой серии тарика убиваем с воздуха окей цели понимает византийцы мамлюки все февиты лишь ему хватает смелости бросить им вызов я не знаю трясусь это так это су страшно судя по всему дрожит смотри и почему султан предпочел любого котенка ахмер тихо и спокоен как не сам сутан боюсь они слишком похожи рога наказан сообщайте обо всем подозрительном люди берегите по улице города черт ай давай скорее скорее догони а я могу нить и они он самый такой мысль какой-то фильм просто смотрим вообще просто сидим и смотрим ничего почти не делаем особо нужно избить до тираны граммилы вообще не вообще не палишься чего вообще не палишься используем нож крюк ассасинский суток убирайтесь вон пока не пишется да ахмед торчит городе он же знает что его не любят ты че блядь тут валяешься эй свидание как мотылек летящий на огонь мотылек летящий на огонь мотылек летящий на огонь чтобы он мог зайти на трон может пойдете нет чего вы слышали он предлагал тарику деньги в обмен на нашу поддержку брать нас ведущий застрял поход да ладно вы что же арик и считаешь тарик он купил фуражу для лошадей остальное послал селиву сейчас нам показали то что я начарам похер на другую стражу мы элита приходи у это сложная миссия вспомнил все это сложно один из наших братьев был убит менее часа назад убийца снял его одежду а тело спрятал внимательно смотрите что происходит на улице кто-то хочет подставить нас и мы должны быть готовы почему это теперь один тут стоит тут было сука 8 иначе есть новости севера нам нужно просто сделать убийство с воздуха правильно на все зелим отступил варну он понес тяжелые потери так надо как-то пролезть так вижу вижу скорее бы все закончилось успею успею вот это красиво еще было это прям был четко четко чечетка так мне нужно пройти туда назад на рейсинг давайте пытаемся это сделать так у меня кинжалов а я не могу использовать ничего кроме пистолета замечательно ну и вот этих штук окей сейчас подойдет к нам чувак мы его быстренько уберем так отлично пошел проверить блин чё ты не увидел меня что для у меня не увидел тупой стражник ты тупой я даже сундук кобычу бомба приманка ну похер да так тут нет никого тут никого только сундук а меня надо прям в палатку что запрыгнуть там надо убить стражника до свидания чоп чоп ты чтарик тебе письмо короче он в итоге будет не предатель да я угадал оружие прибыло в каппадокию где сейчас стоит армия мануила а наши люди все еще с ним и вот они свяжутся с нами когда византийцы свернут лаги и потом мы встретим их бурси кажется все идет по плану и пенди эрит пока да я думаю тарик на самом деле хороший человек хочет разъебать просто тамплиеров а мы ему помешаем убить сверху то есть вон там оттуда так направо я не пройду на ли я могу пройти спокойно я просто бегу так на этом попротив никто меня не видит так спокойно все потеряли вы никого не видели бранили сюда лезут да так быстрее пока он здесь четко все прям чечетка какая печальная ирония это и есть расследование сулеймана ты вел дела с врагами султана ты ждал иной награды за свое предательство я виноват но не в предательстве у меня был свой план ну да я хотел нанести византийцам удар когда они не были бы готовы у тебя есть доказательства смотри ты выйдешь на византийцев в каппадокии перебей всех если сможешь я ошибался в тебе тарик прости меня защите мою родину ассасин а на ашкина верни достоинство что мы потеряли до свидания теперь надо убежать окей до свидания от этой формы одни проблемы приятно было пообщаться познакомиться я бил вашего вождя и на 2 мне прыгнуть на эту штуку наверно да не пролезу же на есть еще эти дома на штуки то ну я яны чар я даже маски но вы чё ребят так 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 спокойно моя место пидор пидор еще что так это такие агрессивные ребята давай быстрее камнем сейчас пролетит да ухожу именно так задумано было изначально то что я от вас уйду так почти выбежали за территорию теперь инкогнито инкогнито яны чару стать инкогнито всех на лавочке было бы забавно о смотри что нашел во все изи 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 так next квест лыз давайте посмотрим так а далеко вообще почему эти резвестный достал не помню за бред а мы к сулейману теперь идем да пошли это только пешком другом не дойдем нужно уходить и быстро беги-беги-беги смотри-ка не упади всякие сундуки не буду собирать сундуки которые квадратные потому что соберу иду как на стен ночь когда будет свободное время и соберу вообще все что можно ты не знаешь этого человека иди нахуй пидор попробуй догонить не слезу только если здесь так тут не долезу тут есть лестница зачем лезть если есть лестница логично логично типа нужно опа внезапно никого не убивать Эцу выяснил где находится армия тамплиеров но оказалось что в процессе он убил невиновного человека невинного поговорите о произошедшей трагедии с Сулейманом и причем это было в тот момент я до этого делал побочные квесты ассасинов там такая же херня была то что одна из наших ассасинов убила невиновного короче и я такой ну ты сука ну хуй я так сделал это на твоей совести короче и теперь он сам убил невиновного окей никого не убиваем короче ладно если что просто драпаем и бежим ой замечательно же ко мне идут так ой не изи зачем вести себя как пьяная обезьяна я тебе щас за пьяную обезьяну да пройти ты чё ты встала так дура ты чё вообще изи смотри окружили меня сучка теперь спокойно просто идем и все просто просто жесть вон еще шлюшки ой эти цыганки просто вообще изи это было изи хотя бы наверно потом еще бежать надо будет обратно тарик не предавал нас улейман он тоже следил за византийцами что так значит мне жаль прости аллах я не должен был судить столь поспешно он до последнего был предан султану и благодаря его стараниям мы теперь сможем спасти город это сыпет соль на рану прям не нужно было ему секретничать неужели не было другого пути оружие ушло в каппадокию поможете мне попасть туда да конечно я прикажу снарядить корабль сулейман сулейман меня подставили и выставили предателем помнишь тарика янычара с которым ты не ладил кто-то убил его все знают что мы с ним были на ножах теперь янычар обвиняют в его смерти меня ужасные новости дядя когда об этом узнает отец он изгонит меня из города о прошу прощения я не знал что у тебя гости это марчелло один из моих советников из кафе буона сэра марчелло мне с племянником нужно поговорить наедине в общем корабль будет ждать вас когда вы решите отбыть грация мио принципе мы непременно найдем этого злодея дядя терпение но он не знал что этим злодеем был марчелло так ладно за мной горы просто покинуть дворец так а вы сейчас у меня заберете моих цыганок да шишка на лице фу блять фу блять шишка на лице я вижу выход он прямо по курсу прямо по курсу наш выход тут столько цыганок слишком простой квест вообще все выбрались изи квест так на стоит столько софия собственно как я говорил пара квестов мужик отстань пара квестов софия гробница и собственно альтаир фу бете чёрный софия это фу бал Wenn tower это оч行 идти где дохерищ побочек здесь что потом с ними здесь сниматься а потом нас еще дезмонд остается кстати да воспоминание дезмонда в анимусе таки 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 дорогу сорян деньжишки пришли окей софия что теперь она нам расскажет моя книжка сдадим а кто были те люди которых он отправил в ад политические противники враги алигьери бьет точно в цель да все очень тонкий способ отомстить я еду в адрианополь посмотреть новый печатный станок это интересно это почти в неделе пути верхом отсюда и ехать одной прыгал прыгал у вас наверное дела софия я бы с радостью поехал с вами но времени совсем нет да ни у кого из нас ну я попробую решить последнюю головоломку но у меня есть одно дело до завтра подождите что вам нужно глупость но мне нужны свежие цветы белые тюльпаны да заодно и развеюсь встретимся в парке к 1 она у нас хитра хитра она все на сама к нему подкатила его же яйца выполните поручение для софии пока она занимается поиском последней книге пола то есть чего сейчас я букетик подарит они парки шапу гуляют а потом ну и уедет скачет даль и там водоле родит ему наследника он об этом знать не будет на херзно посмотрим но шпили бились у него это короче будут порадуемся за это им даже делать ничего не пришлось просто читал книги сидел и все и лазал по канализации в общем если ты являешься сантехником и любит читать книжки у тебя будет секс да чтож ты чтожка творишь-то ну у тебя такой голос был паршивый сейчас то что я хочу тебя врезать сейчас ну понятно щедрости не светит короче сучка похоже вы ищете на что потратиться что вам нужно друг мой я бы ему врезал тоже тюльпаны белые если есть тюльпаны простите только закончились может что-то еще более такая он больше ничего ну ладно я знаю где взять свежих тюльпанов вы подождите меня тут а я вернусь через час ну максимум 2 я не могу ждать час такой он тупой торговец бы но еще сетты попиздит короче пока он ушел вообще конченый 1 нас есть дополнительная синхронизация нет отлично это человек 100 ты что ты делаешь опа вижу штучку полезно 19 мало все-таки мало нужно 100 стоп я примерно даже помню этот квест я даже помню где находится тюльпаны они находятся на что-то типа около церквушки какой-то как тип того он там же да да все правильно помню кто ты смысл и почему не могу затаргетить то красава стражник убил ассасина осталось только черное пятно блин я такой взял лук короче пытаясь его затаргетить а он не торгит сейчас говно объясните меня все самое начало прям ёпта вы чё ребята так жестко ты мог бы использовать свое долбанное орлиное зрение чтобы найти долбаный тюльпаны вон валяются например он цветочки растут нет блять разлить за каким-то ебанутым блять торговцем который ушел бросил свою лавку торговую то есть трехнутый он торговец трехнутый это мы определили уже сейчас торгеть смотри получил по заслугам сука ибо нехуй было меня убивать урод по-моему он сейчас пойдет туда вот на ту лестницу ты что делаешь это что делаешь я хотел на веровку прыгнуть на рогу баба но слухи о том что селим видимо одержал вер в бою при вирме торговец конечно еще ебанутый он не сразу понравился да сюда вон они растут как раз но мы пришли вон они растут до типом белые тюльпан очки а вон они на карта мини-карте отображается дома самому так нужно будет искать но нет они на карте тюльпан типу а вот типа это это тюльпан да все делает он скрытым клинком даже цветы собирают типичный ассасин ты все будешь так собирать медленно ну теперь в парк идем опять куда-то бежать наигранная такая романтика на самом деле но типа мило это по идее в теории но унылый как-то очень унылый квеста на эту тему то есть сюжет такой посмотреть как бы прикольно но проходить это как-то мне нравится вообще топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топе сейчас на романтиках романтик будет пикничок какой-нибудь и тип да это мило да это мило что это пикник подарок тебя играть а почему их 5 мы с матри собрали спасибо что дали мне поучаствовать в вашем расследовании в этом деле любая помощь просто бесценна вы так загадочные аудиторы мидис пьяч я убийца ассасин я не специально нет нет сомбра сквизита угощайтесь как там последний шифр а шифр си я давно разобрала его вы скоро его получите . на вещь мы торопимся на данного разобрала не хочет отдавать хочет тусить короче на свиданки ходить и так далее у нас там блин город в огне что ж шифр разобрали теперь получается мы опять как обычно лезем на высокую башенку ищем княженцы это высокая башенка что-то очень прям далеко мать вот сюда вот забежим тогда и в нижнюю залезем маленькое поручение собрать цветы так что-то на провисание произошло небольшое так сейчас опять смотрим книжку потом в гробницу и завершаем как обычно короче но типичное прохождение у нас получилось можно выбрать вот так вот допустим нет ну я так понимаю то что револейшн скорее всего на через пару серий уже закончится тоже мы отправимся в другую город получается после альтаира в следующей серии уже поплывем другой город и все типа там другом городе еще там одна-две серии будет и потом дезмонд третья серия и собственно все поэтому я короче не ручаюсь что все побочки именно сделаю потому что ну блин револейшн скучный он такой интересный как бразерхуд например или вторая часть он как как первая часть по скучности примерно но но получше получше это я не спорю конечно так 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 убрать метку чтобы я знал расстояние погнали забавно так куда мы полезем в этот раз на уже вижу на шпиль очередной сука надо еще броню кстати купить но я че-то не вижу лавок кузнецов поблизости обида так он че опять начал проседать у меня что ли или че надеюсь что нет это так в прошлой серии обрадовался что он перестал виснуть так как и но спятом аним у маленькой а я софия книгу в которой могут подсказка относительно ключей и бла 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 так это не он это точно тоже не вот это он да визе они слишком очевидными стоять и опять лезть надо будет смотреть еще спрыгнув самый низ пробегу потом опять залезу поднимусь возьму книгу а потом побегу короче чтобы залезть гробницу для этого я тоже камень залезу опять наверх ужас ужас слишком здесь как сказать сильно сделаны такие вот как называется что увеличение времени прохождение игры вот именно передвижением по карте абсолютно та же самая сцена это опять на зеленом экране стоит и открывает книгу ну то чем один раз это уже сделаю все те просто фон разный подставляет найдена книга басни эзопа 400 футов бежать но ё-моё вы чё вообще другой конец карты просто я говорю не берут они умышленно растягивают прохождение игры тупо тем чтобы мне нужно было бегать почему бы тут еще быть я тоже чё помнить вступнулся в невидимую стену и решил упасть уже просто умышленно растягивание игры нет не нравится особенно то что начинаю подозревать что сейчас он кончит в тюрьме если не остановится блять фризы пошли походу на или нет сколько 48 минут серия идет уже до рожда на самом деле заканчивать но надо пройти типа как обычно проходили так проходим заодно сейчас забежим тут же я видел кузнец было блять рядом куда нужно делся ладно херосинка я думаю сейчас приоденемся но не приоденемся да отвалить от меня это настолько не любит этих бедных баб которые за ним бегают по стену что прыгает все на просто нахер так сам ты купил бег блять купил бег на перегонке это чё вообще пылыш только от сейчас бы приколись да прикольно прикинь горбница в которой мы будем плыть вообще далеко куда-то охереть вот это поворот вот это да это нежданчик а где мы теперь будем то есть гробничка обещает быть интересной быть маяк что шторм прям причем хоррор смотреть на твоицу уже крипово так какая здесь будет синхронизация на сотку неинтересно девичьей башни подсказка ставленная пола это привела в девичью башню смотрите башню будьте осторожны не упасть в воду ё-моё вот это поворот а упасть в воду легко учитывая как и это любит криво прыгать так что можно открыть я сначала хочу исследовать я исследовал и открываю еще сам воду сам прыгать о знак ассасина чё ты будешь делать не знаешь как сломать да ага еще опять катиться будем я понял так там вода вот чё нельзя тебе воду падать чувак а она спустилась как так-то нихера симфонизм он опять меча бы что-то на поясе нету опа это чё-то как это уже там то что мне нужно а мы здесь будем на время прыгая я думаю крипово будет у нас просто пещер где нужно время бегать прыгать лесене ржавчина каменные плиты 30 секунд хотя бы таймер есть главное в воду не прыгни пожалуйста ты же можешь я знаю 5 кит сложный механизм и прям смотри они упали в воду и вода поднялась из-за этого но она смылась в эту штуку и камни немножко поднялись на другой уровень теперь блин слишком крутые механизмы для таких простых рычагов управления я так понимаю нам на эту штуку прыгать решите головоломку девичьей башни иначе прикольно типа ну типа да тупо но прикольно главное в воду не упасть а сзади чё есть я не вижу сейчас сюда полезем на это где это куда это не сюда ну-ка ну-ка успеваю или нет вроде да успеваю главное в воду не упасть я не хочу это перепроходить слишком унылая штука прикольная но унылая как я уже говорил отлично всё чётко чуть не коснулся воды смотрю потихоньку мы всю воду смываем короче это как старая огромная ванна для какого-нибудь титана великана это где теперь ну ладно нам камеру повернули туда куда нужно поэтому все хорошо вниз вниз ли вверх все окей так окей допустим ну вроде бы правильно идем да но типа если можно идти по соседней то можно идти типа так окей это тяжело дается да да во все походу спустили всю водичку да Но всю ненужную водичку имею Но все равно еще продолжаем идти Сука Какие-то рычаги дергать Там еще и вход на время этот кривой Охереть Так, камера, подскажи мне Мне сюда? Да Так, вот так Теперь на эту палку А дальше я не понял куда Спокойно Все, очень обосрался Думаю, сейчас упаду куда-нибудь На мем пал Так, направо Прыг, прыг, прыг Тормозить И теперь прям туда Ей, сделали И че, мы теперь наверх лезем? Вы че Дай машу вашу Сука Оттыщите ключ мусяфа и завладейте им Че, прямыш? Хера попрыгун, блять Вот как изначально это было задумано Как там должны были добираться Обычные люди Строители, которые все это строили Как они здесь лазли вообще Напустим Че теперь? А Допрыгнешь? Типа, да? Типа же, допрыгнешь? Отлично Отлично Как он будет отсюда убираться Опять без понятия Абсолютно У него ни крюка кошки никакой нету Ничего такого полезного нет Но мы не коснулись воды И мы, собственно, прошли Гребаный квест Отлично Вот так, прикольненько Прикольненько Индиана Джонсик То есть нашли мы 4 диска И последний, пятый, я так понимаю Находится как раз у тамплиеров Ну, как и задумано было Что ж, думаю-то на это можно заканчивать Продолжим уже следующие серии Начнем опять же с Альтаира Постараюсь там к ней сделать уже вообще все Что только можно Вряд ли это у меня получится Но я хотя бы попытаюсь Ну, а все, кто вам понравился Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Смотрите дальше Комментируйте Смотрите другие плейлисты Жмите на колокольчик под видео Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok